Постановка под номером три. Команда «Голубые голуби» Постановка «Твоя душа» Сестры и братья мои, приветствую вас в нашем скромном обитающем. Сегодня у нас в Азии особое блюдо. Узрите, младшие из рода «Фантом Хай». Сегодня мы принесем в жертву это дитя. Возрадуйтесь, господа! Помоги мне! Добрый день, дамы господа! Добро пожаловать в поместье «Фантом Хай». Меня зовут Себастьян Микаэльс и я дворец в этой семье. Девольски хорошие дворецкие. Так, аккуратнее. Главное ничего не разбить. А, Себастьян! Мэй, сколько раз я тебе говорил, что это старинный королевский фарфор. С ним нужно вращаться в крайне осторожно. Нет, я понимаю. Прошу прощения. Твою ж! Я всего лишь хотел пробовать свою малышку в новом блюде, а теперь... А! Прошу прощения! Я ведь спрятал все взрывные игрушки. Или ты смог их найти? Финни, ну хотя бы ты посадил цветы, которые я просил. А? Цветы? Ну, ты же просил лук. При барабном входе? Лук. Серьезно? А-а-а! Прости меня, Себастьян! А-а-а! А-а-а! Дьявол! Вы, как всегда, не справились. А-а-а! Хорошо. Я все исправлю. А вы идите и отдохните. Главное, не мешайтесь под ногами. А-а-а! Доброе утро, Господи! Еще бы доброе. Себастьян, что у вас сегодня с почты? О чем пишут в газете? Юному графу не терпится разгадать очередное дело. Что ж, вам как раз пришло письмо от Ее Величества. Все чаще в городе стали замечать случаи крайне редкой болезни. Психическое расстройство, по мере развития которого, человек перестает осознавать себя как живого. Вспышка подобного синдрома ненормальна, он не передается. Потому королева требует, чтобы я выяснил причину. Угу. Живой и глупо. Это как? А-а-а! Давай! Я понял. Тогда нам следует начать с опроса пострадавших. Все верно. Себастьян, подай карету. Теперь, the game is all. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Полагаю, вы догадываетесь ли, чего он вас собрал. Согласно статистике, за последнее время количество поступающих душ резко увеличилось. Оно превышает внесмертности в Морде. Кто-нибудь хочет что-нибудь по этому поводу сказать? РОНАЛД НОКС! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Паханец, шеф! Нельзя же так подкрадываться. Кто смерти на пугове? Хватит поясничать. Отчёт. Так точно. Имен в списках значительно прибавилось. Но с этим никто не разбирался. Мы просто выполняли свою работу. Ясно. В таком случае я временно отменяю списки. Не полагайтесь на них и работайте внимательнее. Не забирайте плёнку, не убедившись, что человек мёртв. Даже если он записан таковым. Это, судя по всему, сейчас ничего не гарантирует. Кто знает, что сейчас происходит в мире людей? Вопросы? А? А? Симпай! А можно косы перед спиннером? Нокс, не попадайтесь мне на глаза, иначе у вас никакой косы не будет. Свободны. Симпай! 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 Меньше наказание за все зло, которое я принесла человечеству. Все вокруг погибло, земля опустела, на ней нет жизни. Все мы уже давно не живые существа. И как же вы тогда умерли? Он пришел ко мне, сказал, что скоро все закончится, что скоро он все вернет, что ему это нужно. Кто сказал? Кто это был? Я не знаю. Ничего не знаю. Бесполезно. Себастья, мы уходим. Все одно и то же. У всех одинаковый приезд. Попрошу заметить, что не только это их объединяет. Я обнаружил, что в их организме есть какое-то вещество. Смею предположить, что это новая разновидность наркотиков. Как всегда, прекрасная работа, Себастья. Тогда нам нужно наведаться в гости к одному нашему знакомому. Мне нужен Лау. Где он? Хозяин сейчас на дипломатической встрече по вопросам бизнеса вне города. Лау оставил свой притон и покинул Лондон? Подозрительно. Прочего ты тоже можешь помочь. Существует ли наркотик, после употребления которого человек начинает считать себя мертвым? Это наш новый образец. Он лишь на стадии разработки, так как не прошел тестовую проверку. Наркотик слишком убителен и влиял на психику, называя приятный и уверенность человека в собственной смерти. Мы до сих пор не знаем, возвращается ли человек сознание или же последствия необратимы. Единственный испытуемый вскоре сбежал. Поэтому хозяин решил свернуть производство. Однако, пару дней назад партия, которая подлежала уничтожению, была украдена. Поэтому господин Лау и уехал разбираться с этим. Нельзя, чтобы наркотик получил распространение у других торговцев. Что ж, головоломка начинает складываться. Дальше проще. Нужно найти вон. Однако, довольно странно, что вы получили от вас столько информации сразу. Ваша чрезмерная разговорчивость вызывает подозрения. Не пытаетесь ли вы прикрыть вашего хозяина? Я лишь хочу защитить его. Распространение этого наркотика не нашли. Однако, символизировали ли вы? У меня будут вопросы к Лау, когда тот вернется. Себастьян, возвращаемся к повести. И все же, все это довольно странно. Не вижу никакого мотива в распространении этого наркотика. Люди к нему не привыкают. После первого вашего приема впадают в сильнейший вред. Так в чем смысл? Полиция? Притом, за мой отряд. Милорд, полагаю, мне следует проверить? Вполне может быть, что мы найдем жертву незадолго после наводения. Идем. Госпожа, я ведь столько раз просила вас не убегать от меня далеко одной. Павла, что здесь произошло? Это дело полиции, цепной пёс. Покиньте место преступления. Хотим пешим допускаться только близкие. У меня есть, наверное, право. Не сомневайтесь. И не путайтесь под ногами. Павла, если это точно не думаю, Лиза скоро должна... Она схватила меня за ногу! Ужасные брюки. Просто полная бескусица. Лиза моя могла умирала бы еще раз прямо сейчас. Госпожа, вы очнулись! Офицер, вы не идете на пользу потерпевшей. Мы справимся с ситуацией. Вы можете идти. Черт, он дворецкий. Тот, кто это сделал, заплатит в войне. Себастье, есть какие-нибудь зацепки? Я чувствую запах смерти, Лорд. Притом хорошо знакомый. Догадываюсь, кто это. Мы можем выследить его и поймать на месте преступления. Как вы на это смотрите? Немедленно едем. Павла, езжайте с Лизой по месту Пантыка. Там вы точно будете в безопасности. Павла, езжайте с Лизой по месту Пантыка. Павла, езжайте с Лизой по месту Пантыка. У меня возникли некоторые вопросы по поводу происходящего в городе. Я почувствовала ваше присутствие, поэтому решила не откладывать наш разговор. Вы ничего не хотите нам рассказать? Ты меня почувствовала? Себастье, я знаю, как ты можешь почувствовать меня еще больше. Очень интересно. Зачем же вам понадобились наркотики, господина Лауна? Ну, у меня были свои цели для этого. Примерно пару дней назад мне было поручено забрать душу человека, на котором был протестирован этот препарат. Так как он не прошел проверку и его решили уничтожить, я подумал, а почему бы его не забрать себе? Ведь потом я бы мог вернуть душу в любой момент. И по какому же принципу ты выбирал своих жертв? Как в этот список попала леди Элизабет? О, это сладкая коробейка. Ну, все получилось случайно. Она застала меня с очередной жертвой, и мне пришлось что-то с этим делать. Иначе все бы пошло как бы под хвост. Котики? Себастье, простите. Так все же, ответьте на вопрос. Что же послужило причиной ваших действий? О, я надеялся, что ты не задашь вот этот вопрос. Пару дней назад к нам в штаб поступило поручение. Главный жнец должен лично отчитаться о проделанной работе за последнее время. Я решил наградить вас, и поэтому хочу взять с собой лучшего работника месяца, поездка недельная и даже экскурсии. Ну, я и подумал, что это будет здорово, да? Я люблю с экскурсиями с Уильямом. Ну, так как я на самом днище этого списка, то я решил исправить ситуацию таким образом. Наш основной список по сбору должен был временно отменен, поэтому все оказалось довольно просто. И мой план сработал бы идеально, если бы не ты со своей собакой. Ах ты. Но вы так же не учли и того, что и ваше начальство не стольный. Ммм, ну чё, Петрушара, опять отличился, а? А, а? Грэль Садки, вы снова нарушили одну из статей кодекса жнецов. Фальсифицировать сбор душ людей запрещено. В связи с этим количество собранных вами душ аннулировано, и они будут возвращены в собственные дела. И это означает, что со мной в поездку с экскурсиями отправляется Рональд Нокс. Уху! А также вас ждет наказание. Ах, Уилл, и я полностью отдаюсь твоей руке. Только будь со мной нежен. Мои вкусы очень специфичны. Но вы тоже пора возвращаться. Ведь там у вас ждет леди Элиза. Ты прав. Пора возвращаться. Ах, Си, наконец-то ты вернулся. Как ты мог оставить свою невесту Анну, когда она плохо себя чувствовала? Разве так должен поступать жених? Извини, у меня были срочные дела. Но я рад, что ты в порядке. Ах, Си, давай потанцуем. Леди Элиза уже довольно поздно. У графа был трудный день. Да и вы только выздоровели. Себастьян прав. Да и к тому же, если мы отдохнем сейчас, то завтра у нас будет отличное настроение. Как насчет того, чтобы устроить к ним? Это прекрасное предложение. Тогда я возвращаюсь вместе. На завтрече столько всего нужно приготовить. Пока-пока, сей. И почему вы просто стоите, Барт, проводи гостей, Майлин, чай, Финни, стул? Вот и раскрыто очередное дело, Моллорд. Вы отлично справились. Теперь королева уже спать спокойно. И кто бы мог подумать, что этот никудышный жмец может быть противоподобным. Да еще и по такой глупой причине. Себастьян, он уделяет тебе так много внимания. Господин, вы ревнуете? Что ты себе позволяешь? Молкни. Простите мою грубость. Не стоит так волноваться перед сном. Успокаивающий травяной чай с ромашкой и ароматом шиповника должен помочь вам расслабиться. О, юный граф уже заснул? Так не положено. Господин, ложитесь, пожалуйста, как положено, в свою кровать. Мой выбор уже сделан. Если в вашем месте свершится, ваша душа моя душа. Ребята, пом, это Себастья. Итак, это была команда номер три. Голуби, с пасадом, входит твоя душа. Голуби, с пасадом, входит твоя душа.